Итак, продолжим наше знакомство с теоремой Гудстейна и, собственно, переходим теперь к ее формулировке. Для начала, чтобы была понятна суть построения последовательности Гудстейна, давайте начнем с простого примера. Итак, пусть нам дано некое стартовое число. 3 мы проделаем с ним следующее. Разложим его по основанию 2. 2. Понятно, что это будет 2 в первой плюс 2 в нулевой с коэффициентами 1 и 1, соответственно. Далее мы проделываем с этим числом следующую манипуляцию. Мы вот это основание, которое под степенями находится, заменяем, повышаем его на единицу. То есть делаем из него основание 3. И из полученного числа вычитаем единичку. То есть основание мы поднимаем на единицу, а само число уменьшаем на единицу. Что у нас в итоге получится? Это будет следующее число. Будем его вот здесь вот записывать. Значит, 3 в первой, понятно, плюс 1, минус 1. Снова 3 получаем. Теперь это число 3 мы раскладываем по основанию, по тому же самому, по основанию 3. Но это будет 3 в первой, понятное дело. И производим такую же манипуляцию. Опять повышаем основание на единицу. И из числа, из полученного, вычитаем единицу. То есть у нас получается 4 в первой, минус 1, то есть опять 3. Дальше. Снова полученное число раскладываем по основанию, только теперь уже 4. Это будет 3 на 4 в нулевой. То есть форма записи числа, она меняется с каждым шагом. Потому что основание растет, а само число остается то же самое. И мы опять проделаем такую же манипуляцию. Основание, по которому мы раскладывали, поднимаем на единицу, а число вычитаем единицу. Получаем 3 на 5 в нулевой, минус 1. Ну, понятно, что это будет 2. Теперь это самое 2 мы раскладываем по основанию 5. Ну, по тому, которое вот до этого использовали. Получится 2 на 5 в нулевой. И опять проделаем такую же манипуляцию. 5 повышаем до 6 и из результата вычитаем 1. 2 на 6 в нулевой, минус 1. Это будет единица. Опять единицу раскладываем по основанию 6. Это будет 1 на 6 в нулевой. Переходим к основанию 7. И вычитаем 1. И у нас получился 0. Вот мы проделали сколько? 1, 2, 3, 4, 5 шагов. И от стартового числа 3 пришли к нулю, проделав следующие манипуляции. Раскладывая число по основанию 2, потом 3, 4. То есть мы основание все время повышали, но при этом каждый раз мы вычитали единицу. И вот за счет этого вычитания мы пришли к нулю. Но заметьте, единицу мы вычитали сколько раз? 5 раз. А стартовали с тройки. То есть у нас была некая такая стабилизация сначала, а потом падение. Хорошо. Но на самом деле тройка очень маленькое число, поэтому у нас тут степени были всего 0 и 1. И что-то, так сказать, интересного. На самом деле есть такое понятие, как разложение по супероснованию для числа. Это когда мы вообще все числа, которые участвуют в экспоненциальной записи числа через степени, они все раскладываются по основанию. То есть степени основания, степени степеней и так далее. И в итоге у нас получается число, записанное только при помощи цифр от нуля до значения этого основания. Ну, давайте посмотрим. Берем вообще какое-то произвольное число s. Его можно записать как... Значит, по супероснованию 2 мы это все делаем. 2 в степени m1 плюс 2 в степени m2 плюс и так дальше плюс 2 в степени mk. Окей. Но вот эти степени могут оказаться больше, чем основания 2. И вообще даже, ну, как бы, понятное дело, что двойка маленькое число, и скорее всего так и будет. Тогда мы делаем следующее. Каждую степень тоже раскладываем. То есть берем как 2 в степени... Что там будет? М1,1 плюс 2 в степени m1,2 плюс и так далее, плюс 2 в степени m1,k,1 и так далее. Это будет 2 в степени mk,1 плюс и так далее, плюс 2 в степени mk,k,t. Немного нехорошо получается. Давайте тут просто какой-то g напишем. И опять смотрим на полученные степени. И если там опять числа больше двойки, то мы их тоже раскладываем. И вот так вот строим, строим, строим. У нас вырастает такое дерево степеней или башня степеней. Пока не получится, что число будет записано в алфавите из символов 2, знак плюс, ну еще могут быть константы 0 и 1. 0 и 1. То есть в общем все числа от 0 до основания, знак плюс. Но еще надо иметь в виду, что оператор подстановки в степень тоже здесь используется. В общем, получается вот так. Это называется разложением числа по супероснованию. И когда мы потом переходим к следующему шагу в последовательности гудстейна, мы что делаем? Мы во всех этих башнях степеней основание двоечку заменяем на троечку. То есть переходим в алфавит, состоящий из 3, плюс и 0,1 у нас пока будет. Потом мы вычитаем единицу. Число может при этом немного модифицироваться и может появиться еще какие-то коэффициенты. Например, коэффициент 2. И здесь алфавит расширится. Он будет состоять из 0, 1, 2, 3 и значка плюс. При этом тройка, то есть старшее число, будет стоять только всегда под знаком степени. Давайте, чтобы все это прочувствовать, мы рассмотрим еще один пример, уже более богатый своими средствами. А именно возьмем стартовое число 8. И дальше я буду члены последовательности гудстейна сразу нумеровать. Причем нумеровать их тем числом, которое находится в основании, по которому мы раскладываем. Ну, поскольку мы начинаем раскладывать с основания 2, пусть у нас G2 это вот стартовое число 8. Здесь вот его запишем, что мы начинаем с этого. И раскладываем его по основанию 2, то есть вот по этому индексу. Получаем 2 в кубе, оно же 2 в степени 2 плюс 1. Причем здесь надо написать 2 в первой, а можно даже единицу заменить на 2 в нулевой. Но пока этого делать не будем. Получается вот такая запись в этом алфавите. Нуля здесь нет, но еще раз повторяю, если бы здесь было 2 в нулевой, то как раз 0 бы получился. После чего мы заменяем 2 на 3 и вычитаем 1. Получается 3 в степени 3 плюс 1 и минус 1. Дальше у нас... Да, это будет число какое? 3 в четвертой 81 минус 1 80. Значит, следующее число, G3, мы его уже по основанию 3 будем раскладывать, это 80. Вот разложение 80 по основанию 3 выглядит следующим образом. Это 2 на 3 в степени 3 в первой, плюс 2 на 3 во второй, плюс 2 на 3 и плюс 2. Вот у нас получилось разложение числа в алфавите 0, 1, 2, 3 и знак плюс. Причем троечка это у нас строго основание степени, вот она всегда стоит под какой-то степенью. Здесь, естественно, 3 в первой можно написать, а здесь при желании можно написать 3 в нулевой, чтобы, так сказать, все было гармонично. Далее повторяем процедуру, то есть все вот эти троечки, которые у нас тут есть, которые в основании степеней стоят, мы их заменяем на четверку и из результата вычитаем единицу. Получится такое число. Да, я здесь забыл минус 1 написать. Получится число 553, которое выглядит следующим образом. 2 на 4, 4 в первой, плюс 2 на 4 во второй, плюс 2 на 4 в первой, плюс 1. Как видим, форма практически не поменялась, тут только в конце получилось отличие. Почему? Потому что здесь был хвостик с нулевой степенью, 3 в нулевой. И пока этот хвост есть, вычитание единиц, в общем-то, форму числа не меняет, форму записи числа не меняет. Ну и вот здесь, естественно, надо дальше опять вычесть 1. При этом мы попадаем уже в алфавит 0, значит, от 0 до 4 со знаком плюс. Потому что вот эти вот коэффициентики перед степенями, они, в принципе, могут быть любые от 0 до основания минус 1. Ну и смотрим, что у нас дальше получается. Вот это вот число будет таким. Мы его, значит, расписываем. Так, а я здесь написал, здесь надо было переход сделать, да? То есть мы переходим, либо я пишу без минус 1, чтобы это было то же самое, либо я пишу вот так, тогда здесь надо подставить пятерочки везде. И потом вычесть 1. И вот когда мы пятерки подставим, у нас получится число 6310. Оно имеет разложение 2, 5, 5 в первой, плюс 2, 5 во второй, плюс 2 на 5 в первой, плюс... А и все. Потому что у нас здесь сократилось. Ну и опять-таки совершаем подмену основания. То есть подставляем везде шестерки. Получится 2 на 6, 6 в первой, плюс 2 на 6 во второй, плюс 2 на 6 в первой, минус 1. Получится число G6, которое будет равно уже 93 395. Ну и вот мы эту процедуру продолжаем, продолжаем, продолжаем. Заметим, что здесь у нас уже просто так единицу вычесть не получится без потери формы. Вот эта форма останется, а здесь у нас будет эту шестерку надо рассматривать как 6 плюс 6. Соответственно, одна шестерка останется, а вторая превратится в пятерку. Ну давайте запишем то, что здесь в итоге получается после вычитания единицы. То есть мы число сначала подменили основание, вычли 1, а потом по тому же самому основанию переразложили, чтобы видеть, что получается. И после вычитания единицы у нас будет 2 на 6, 6 в первой, плюс 2 на 6 во второй, плюс 1 на 6, плюс 5. Ну 5 на 6 в нулевой, естественно. Вот. Ну, надеюсь, понятно стало, как мы действуем. То есть мы вот все-все-все разлагаем, у нас получается только такой-то вот алфавит. И продолжаем так действовать, пока что-нибудь не случится. А случится должно падение в ноль, как мы видели на примере тройки. Какие числа у нас при этом получаются дальше? Я уже не буду расписывать их по степеням, но просто для того, чтобы понимать масштаб трагедии, так сказать. G7 имеет вид... То есть это 1,6 миллиона примерно. G8 это вот такое число, то есть 33 миллиона. G9 это число вот такого вида. 7,7, 48, 411, 51. Ну то есть 700 миллионов. И G10 это число следующего вида. Двоечка, потом 7 нулей. И в конце 211. Ну вот тут немножко остановимся и посмотрим, что вот это число можно чуть-чуть иначе записать. А именно в экспоненциальной форме, опять-таки. Не в такой подробной, а чуть-чуть... Ну вернее, да, в общем-то, по основанию... Оно как раз по основанию 10 раскладывается. Давайте его по основанию 10 и распишем. Поскольку тут много нулей, то получится достаточно короткая формула. А именно у нас такая получается. Значит, здесь будет 2 на 10 в десятой. Значит, G10 у нас имеет вид 2 на 10 в десятой. Плюс 2 на 10 во второй. Это вот это вот 200. Плюс 11 мы не можем написать, потому что оно больше, чем основание. Поэтому мы пишем 1 на 10 в первой и 1 на 10 в нулевой. Вот разложение 10-го члена последовательности Гудстейна, стартовавшей с числа 8, по основанию, соответственно, 10. По супероснованию, конечно же. То есть тут надо тоже 10 в первой писать формально. Тут, конечно, надо писать 10 в нулевой. Тут тоже написано 10 в нулевой. Подчеркиваю, что мы все-все-все раскладываем по степеням. Вот так выглядит 10-й член последовательности. Теперь давайте посмотрим на 100-й член последовательности. У кого много терпения, вы можете попробовать это все посчитать вручную. А потом я покажу в конце этого ролика, так сказать, некий подход к тому, как это можно компьютеризировать. Значит, это будет у нас число, где сначала идет двойка, затем нули, затем будет 121,91. Вот этих нулей 195 штук. И опять-таки в экспоненциальном представлении это имеет следующий вид, очень похожий, вот, кстати, на этот. Коэффициент 2, 100 в сотой, плюс 100 в квадрате, это вот эта вот единичка, плюс 21 на 100. Мы уже коэффициенты допускаем двузначные, потому что у нас основание 100, и все, что меньше 100, допускается в качестве коэффициентов. И плюс 91. Ну, опять подразумевается, что 91 на 100 в нулевой. Вот такая экспоненциальная запись. Ну и чтобы вы думали, как выглядит число с индексом 1 миллион, оно выглядит следующим образом. Это будет 2 на миллион в миллионной, плюс миллион в квадрате, плюс миллион на 8, это коэффициент, и плюс число 572863. Опять-таки это уже просто коэффициент перед миллионом в нулевой степени, потому что это число меньше, чем 1 миллион. Вот так оно выглядит. Почему эта форма сохраняется? Да потому что, когда мы тут вот единички вычитаем по ходу дела, у нас начало этой формы, оно перекачивает постоянно из числа в число, и когда мы до миллионного шага дойдем, у нас этот миллион так и будет стоять, причем вместе с двойкой. И даже вот этот вот член, который в квадрате, тоже сохраняется достаточно долго. Поэтому они тут вот так вот и висят, и имеют такой красивый вид. Естественно, если мы возьмем какое-то там промежуточное, хитрое основание, то оно вот здесь тоже так же будет стоять. Вот. Ну вот видим, что последовательность довольно долго растет, причем растет довольно-таки быстро. не сказать, что прям сверхбыстро, как какие-нибудь там числа Грэма там или что у нас там есть, но тем не менее растет быстро. И, казалось бы, как мы в ноль-то попадем, не очень понятно. Тем не менее, вот это вот вычитание единицы постепенно, оно роняет эту последовательность в ноль через какое-то конечное число шагов. Ну, собственно, в этом теорема Гудстейна и заключается. Но для того, чтобы ее грамотно, математически сформулировать, мы сейчас введем некоторые обозначения, и потом уже, собственно говоря, сформулируем теорему Гудстейна. Обозначение, собственно говоря, тут одно, оно просто касается формального определения замены супероснования. Итак, мы определим функцию S с такими параметрами Nm от числа S. Значит, число S у нас натуральное, причем положительное. Давайте так вот напишем, Z плюс. Положительное Nm, соответственно, это числа тоже натуральные положительные, только уже не меньше двойки, потому что это основание. И мы говорим, что вот эта функция в числе S определяется следующим образом. Это будет K1 M и здесь пойдет Nm от M1 плюс так далее, плюс KT на M в степени S Nm от M т. Этого, где мы ввели новые вот эти вот коэффициентики K и M с индексом. Они берутся из разложения числа S просто по основанию N. То есть S имеет вид K1 N в степени M1 плюс так далее, плюс KT на N в степени Mt. То есть, по сути, функция определяется рекурсивно. Берется число вот это. S раскладывается просто по основанию N, по вот этому нижнему основанию. Соответственно, мы получаем какие-то коэффициенты. Ну, степени обычно берутся вот в таком порядке, порядке убывания. А коэффициенты, понятное дело, они все неотрицательные и меньшие, чем основание N. И после того, как мы разложили это число, мы говорим, что значение функции на этом числе это вот такое число. То есть, мы подменяем основание N на M, на то, которое сверху стоит, а к степеням опять-таки применяем вот эту функцию подстановки. В итоге, если вот ее рекурсивно развернуть, то в конце концов останутся только числа такого вида SNM от нуля, которое мы по определению полагаем равным нулю, и SNM от единицы, которую, в принципе, можно вычислить, но понятно, что это тоже будет единица. Это как бы начальные условия для рекурсии. Значит, вот отправляясь от этих значений, пользуясь рекурсивным переходом, а здесь вот степени, они, понятное дело, всегда меньше, чем само значение. То есть, когда мы считаем это значение в точке S, мы уже знаем S в меньших значениях. Понятно, что все степени, которые здесь стоят, они меньше S. Это такое банальное арифметическое неравенство. Вот так определяется, собственно говоря, подмена супероснования с N на M. Причем, я здесь не ограничиваю N и M, не обязательно плюс 1, не обязательно на единицу увеличиваем, просто на любое число можем. Главное, чтобы N было вот так вот, меньше либо равно M. Ну, если равны, то просто вообще ничего не поменяется, а если больше, то у нас происходит тот самый рост, который мы видим в последовательности Гудстейна. И таким образом, сама последовательность Гудстейна при этом получается следующим образом. Нам дано стартовое число S. Мы по этому стартовому числу генерим последовательность GKT, где K у нас от 2 до бесконечности. при этом G2 – это число S стартовое, а каждый GK плюс 1 получается из GKT, из предыдущего, вот такой подменой. Супероснование. СК на K плюс 1 от GKT и минус 1. Вот это, в общем, сама формула рекурсивная, которая определяет последовательность GK, то есть последовательность Гудстейна. Еще раз подчеркну. Значит, берем предыдущее, уже известное нам значение последовательности Гудстейна, раскладываем по супероснованию K, то есть тому самому, какой индекс у GKT, да? Подменяем супероснование K на K плюс 1, увеличиваем его на единицу, и из всего этого дела вычитаем 1. Единственное, что здесь надо предусмотреть, поставить вот такую разность, которую используют часто в... ну, при работе с натуральными числами, значит, если здесь стоит 0, то 0 минус 1, вот с точкой, это будет тоже 0. То есть попытка уйти в отрицательные числа, она блокируется нулем. При всех остальных значениях S это просто банальная разность, да? Вычитание единицы. И теперь мы можем сформулировать, собственно говоря, теорему Гудстейна. значит, для любого стартового числа S, которое... ну, давайте возьмем больше нуля, хотя если это 0, то тут автоматом вообще сразу нули получается. существует номер N, такой, что Gn равно нулю. ну, естественно, Gn – это элемент последовательности Гудстейна, которая построена по числу S. То есть можно написать, где S порождает последовательность Gk, чтобы уж как бы совсем все было точно написано. И вот такая теорема. Нам ее предстоит доказать. И сейчас, как обещал, немножко поговорим о том, как, собственно говоря, вычислять вот эти вот огромные числа. А, да, еще один момент. Момент следующий. Приведем пример, на каком номере достигается 0 при некотором стартовом числе. Ничего считать мы здесь не будем. Просто привожу известный из хороших книжек пример. Пусть у нас S, стартовое число, это 4. Я напоминаю, для тройки мы уже проверили, и там вот этот N оказался равен 7. На номере 7 мы получили 0. Значит, возьмем 4. Ничего считать мы здесь не будем. Я только скажу, что вот этот номер N, при котором в первый раз мы придем в 0, он имеет следующий вид. 3 на 2 в степени 402 миллиона 653 тысячи 211, что примерно равно... А, еще минус 3. Примерно равно 10 в степени 121 21210700. То есть это число, у которого вот столько вот миллионов циферок. тем не менее, это конечное число, и вот на таком шаге мы достигаем в этой последовательности нуля. При этом там по ходу дела возникают вообще колоссальные числа, гораздо там больше, чем, наверное, этот номер. Вот. Ну и возникает вопрос, как вообще-то это все обсчитывать? Понятно, что на бумажке вы дальше, чем стартовое число 3, не продвинетесь, но как хотя бы посчитать для восьмерки что-то? Если считать в лоб на компьютере, то есть вот эти числа именно вычислять, возводить все эти степени, которые там получаются, и так далее, все складывать, ну там получаются такие числа, которые ни в какой тип данных просто не влезают. Тем не менее, есть метод, а именно работа с... именно с экспоненциальным представлением числа, или еще можно их представлять в виде дерева. Ну, сейчас покажем, как это может работать. Давайте снова посмотрим на разложение числа 8 по основанию 2. Это у нас 2 в степени 2. И вот здесь уже напишем 2 в нулевой. То есть что у нас получается? 2 в первой, 2 в квадрате 4. А надо, чтобы было... Так, нет, нет. 2 в первой, да, значит, вот так, 2 в нулевой. 2 плюс 1. А 1 это 2 в нулевой. Вот так. Правильно, да? 2 плюс 1, 3, 2 в кубе 8. Вот. Мы будем строить дерево, отправляясь от исходного числа 8. И каждый раз, когда мы переходим к показателю степени, это у нас будут ребра этого нашего дерева. Но если встречаются слагаемые, то мы переходим на параллельные ветки этого дерева. Ну, вот сейчас продемонстрирую. Значит, тут 8 в корне. Дальше. Здесь у нас слагаемых нет. Мы сразу переходим в степень, поэтому здесь будет одно ребро. Степень равна 3. Так и пишем 3. А вот 3 это сумма двух степеней. И поэтому мы идем двумя веточками. И сюда пишем уже степени двоек, которые в этих слагаемых стоят. А именно 2 в нулевой. То есть 1. И вот здесь 0. А единичка это, в свою очередь, тоже 2 в нулевой. Поэтому мы расписываем переход к степени 0. Вот такое дерево получается при разложении 8 по супероснованию 2. Понятно, что если нам дали такое дерево без указания чисел, который здесь написан, и сказали, найдите исходное число, и вот вам супероснование b равно 2. Как нам надо поступать, чтобы получить, какое число будет в корне? Ну и вообще во всех вершинах. Очень просто. Мы берем супероснование. Мы сначала помещаем нули в листьях этого дерева. Затем основание возводим в эту степень. Ну понятно, что получается 2 в нулевой единица, 2 в нулевой единица. Дальше переходим на вышестоящий узел, и там собираем полученные вот эти степени в сумму. Ну здесь одно число, поэтому 2 в нулевой сюда идет, получается единичка. А вот здесь и здесь мы опять возводим супероснование в эти степени, то есть 2 в первой, 2 в нулевой. И в вышестоящем узле все это складываем. Получается 2 в первой плюс 2 в нулевой – это 3. И переход к корню уже – это просто возведение двойки в куб. А вот после того, как мы произвели переход к следующему числу, G3, которое у нас получается так будет выглядеть. 2 раза по 3 в степени 3 в нулевой плюс 2 на 3 в степени дважды 3 в нулевой плюс 2 на 3 в степени 3 в нулевой и плюс 2 на 3 в нулевой, то здесь дерево строится следующим образом. Число это вот, напоминаю, 80. Значит, мы должны нарисовать столько веток дочерних, сколько у нас слагаемых. Слагаемые учитываются с учетом коэффициентов. То есть здесь вот это выглядит как будто бы 4 слагаемых, но на самом деле надо понимать, что вот тут есть дубликаты слагаемых, поэтому мы все их перечисляем, и у нас получается на самом деле 8 слагаемых. Вот распишем их тут. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Начнем с последних. Здесь надо написать степени у вот этого слагаемого, а это всего лишь нолик, поэтому здесь просто ноль стоит. И их 2, соответственно, вот эта двойка. Дальше. Здесь мы видим, что в степени стоит 3 в нулевой, то есть единица. Поэтому мы здесь ставим единицу. Два раза, потому что коэффициент 2, а единицу мы уже умеем преобразовывать, она всегда переходит в ноль. Дальше больше. Значит, здесь у нас нужно поместить вот эти вот степени. 2 на 3 в нулевой, ну то есть двоечки. 2 на 3 в нулевой, да. Но эта двоечка, это тоже два слагаемых. 3 в нулевой плюс 3 в нулевой. Поэтому здесь опять будут дочерние веточки. И там уже будет стоять степень, которая вот здесь у тройки находится, то есть нули. Ну и, наконец, к самому последнему переходим. Тут у нас две одинаковые ветки. Степень 3 в первой, то есть 3. Дальше. У тройки в степени стоит 3 в нулевой, то есть единица. Ну и единицу мы уже легко преобразуем. Вот у нас получилось такое дерево замечательное, которое получается из этого дерева подменой супероснования. Вот, ну на самом деле не прямо из дерева, да, а мы через число все это проделываем. Мы подменили, значит, здесь супероснование 2 на 3, а потом вычли 1. И вот в момент вычитания единицы из вот этой вот степени, тут будет 3 в степени 4, да, 3 в четвертой, мы вычли 1, получили вот такое длинное разложение. Сразу много степеней. И у нас маленькое, казалось бы, дерево сразу превратилось в широкое. Есть такая интерпретация вот этого процесса, который называется геркулес и гидра. Можно прямо по этому названию погуглить и найти. Смысл в том, что вот это дерево – это как бы гидра, а геркулес – это товарищ, который приходит и эту гидру пытается убить. Что он делает? Он каждый раз ищет голову, ближайшую к корню, потому что он хочет как бы уже быстрее добраться до корня, чтобы ее убить. И он рубит ближайшую к корню голову. Вот так вот делает. Если эта голова растет прямо из корня, то ничего не меняется. То есть вот он эту голову прибьет, и с гидрой ничего не происходит. То есть она уменьшилась сразу на одну голову, и все. Потом он рубит вот эту голову, опять ничего не меняется. Но как только он не остается голов, растущих прямо из корня, а только головы, которые через промежуточные узлы растут, как только он ее рубит, гидра начинает размножаться. Ну, вернее, как-то увеличиваться, вырастать. Но растет она не вглубь, не в высоту, а вширь. У нее начинают появляться дополнительные отростки, которые дублируют все, что у нее осталось. Причем дублируют в максимально возможном количестве. То есть здесь и ветвление, и количество дубликатов веток достигает некоего числа К, которое должно быть строго меньше номера шага, на котором мы находимся. Так, наверное, наоборот лучше написать. Здесь у нас будет количество дублей, назовем это D, которое меньше нашего шага К. То есть на каждом шаге К у нее вырастают дублирующие ветки, в которых она клонирует максимальное количество раз, и в которых, в более коротких ветках, она еще производит ветвление, тоже в количестве до числа К, который есть номер шага, номер поединка между геркулесом и гидрой. На самом деле, в терминах деревьев это достаточно сложно пояснять. Проще, конечно, говорить о том, что мы просто производим вот эти арифметические операции и получаем вот это дерево. Операции производятся здесь следующим образом. Значит, если у нас есть какое-то выражение, вот там какое-то же КТ у нас расписано как основание в степени М1 на какой-то коэффициент К1 плюс и так далее, плюс БМТ на КТ. И предположим, что в конце еще стоит Б в нулевой на какое-то КТ плюс 1. Считаем, что МТ больше нуля. Вот это как раз случай голов, которые растут прямо из корня, тех, которые были здесь. И когда геркулес их рубит, у нас просто вот этот вот хвостик, ну, на это можно вообще не смотреть, у нас вот этот хвостик превращается в число, которое на единицу меньше. И пока у нас вот это больше нуля или больше либо равно нуля, у нас остальная форма числа при подмене супероснования, она не меняется. У нас здесь просто растет Б везде, здесь и в степенях. Но запись остается такой же, пока хвостик положителен при вот этих вот вычитаниях. То же самое с гидрой происходит. Когда мы тут отрубаем вот эти вот головы, это как раз и есть вот количество вот этих вот голов, растущих из корня, это и есть вот это число КТ плюс 1. И пока он их рубит, форма гидры не меняется. Она сжимается, становится меньше, меньше, меньше. Но как только получается, что разложение числа по степеням оканчивается на положительную степень какую-то, получилось так, что на каком-то шаге у нас больше нет вот этих вот нулевых степеней. Здесь стоит степень больше нуля. Тогда нам приходится вот это слагаемое представить в виде значит, B МТ минус 1 на B на КТ и произвести вычитание. Произвести вычитание... А, нет, конечно, я неправильно написал. Нет. Не так. Мы берем КТ минус 1 на B в степени МТ и добавляем еще B в степени МТ. Вот это вот равно вот этому. Ну, понятно, что поскольку мы это слагаемое написали, мы предполагаем, что коэффициент не нулевой. Поэтому вычесть единицу, здесь нам ничего не мешает. Если бы он был нулевой, мы просто его здесь не написали. И потом нам надо везде вот супероснование подменить. У нас вот этот хвост остается таким же, имеет такую же форму, а вот здесь получается интересная вещь. Мы получаем вот такое вот после вычитания единицы получаем такое выражение. А оно, в свою очередь, раскладывается у нас на что? Число будет B минус 1 в качестве коэффициента. А дальше идут степени, соответственно, B МТ минус 1 плюс B МТ минус 2 плюс и так далее плюс B в нулевой. То есть, ну, просто по формуле раскладываем вот эту вот разность степеней и получаем вот такой длинный хвост. И вот это и есть воплощение вот этого всего. То есть у нас, во-первых, появляются коэффициенты, которые на единицу меньше, чем основание. В данном случае это двоечки вот эти. Во-вторых, у нас появляются все возможные степени от МТ минус 1 до нуля. И вот они здесь как раз и выросли. Вот таким образом получается эта самая гидра. И надо сказать, что если мы последовательность Гудстейна будем не вычислять каждый раз, а зная вот этот переход от степеней, мы просто проверяем, что у нас здесь в конце, если там просто число меньше основания, то мы просто вычитаем единицу, если нет, то мы действуем вот так по этой формуле. То переход к следующему члену последовательности Гудстейна, в принципе, его достаточно легко производить на компьютере, не вычисляя эти числа. Надо просто некоторым способом уметь хранить вот это вот дерево степеней, собственно говоря. То есть вот какое-то такое дерево. и поэтому я предлагаю всем желающим, особенно программистам, выполнить следующее упражнение на любом удобном вам языке. Ну, я это, например, на питоне вычислял, вы уж как хотите. Упражнение такого вида. По заданному числу N и супероснованию B построить вот такое дерево. Дерево я реализовывал с помощью словаря. Вот. Ну, можно с помощью матрицы смежности какой-нибудь реализовывать. Единственное, там надо учесть только, что вот эти вот кратные веточки, их надо, скорее всего, не дублировать, а просто задавать ветку и говорить, какая у нее кратность. Это будет проще. То есть вот этот коэффициент тоже где-то хранить рядом с очередной веткой. Второе. написать процедуру, которая осуществляет шаг последовательности Гудстейна, но в деревьях. То есть переходит от дерева T к дереву T' которое соответствует как раз вот этому преобразованию. Когда мы подменяем супероснование на единицу больше делаем, а потом вычитаем единицу. И вот там надо будет проследить, как у нас будет вот этот крокодил формульный меняться при вычитании единицы. Ну и третье. Это соответственно обратно к вот этой процедуре переход от дерева к числу N. Так, только если нам дано дерево и супероснование B, то получить число N соответствующее этому дереву при данном суперосновании. Тут есть один неприятный момент. Вот почему я говорил, что вот эти коэффициенты надо хранить. если супероснование, которое нам предложили, предъявив какое-то дерево, меньше либо равно какого-либо из коэффициента, который где-либо встречается. Здесь вот у нас коэффициент встречается вот тут, вот тут, вот тут, тут и тут. Вот. Если супероснование меньше либо равно максимума среди вот этих коэффициентов, то построение дерева невозможно. То есть программа должна возвращать ответ, что у вас супероснование не соответствует данному дереву. Почему? Потому что во всех этих деревьях всегда вот эти коэффициенты перед степенями должны быть меньше, чем супероснование B. Но если взять максимум среди всех коэффициентов, увеличить его на единицу, то начиная с такого значения супероснование допустимо, и все деревья, так сказать, и это дерево из одного вида можно преобразовать в число. То есть в принципе получается, что нам могут дать вообще какое угодно дерево, мы на него посмотрим, посчитаем максимальное количество клонов веток, которые где-либо могут встречаться в каком-либо узле, то есть надо пройти рекурсивно по всем узлам, посмотреть сколько там клонов. Достаточно дудоемкая процедура, но зато мы сразу скажем, посчитаем максимальное число клонов, добавим единицу, скажем, вот начиная с этого числа можем брать любое супероснование и у нас получится дерево. То есть получается так, что любое число при любом суперосновании можно преобразовать в дерево однозначно, и любое дерево для почти всех супероснований, то есть начиная с некоторого, можно преобразовать в заданное число, которое будет как раз соответствовать вот этому числу. У нас такая получается как бы полубъекция, мы тут получаем все деревья, а в обратную сторону мы не всегда, не из всех деревьев можем получить число, но из почти всех. Таким образом, получается итерации последовательности Гудстейна считать для очень больших чисел, то есть там, например, миллионный шаг, который я выше приводил для стартового числа 8, он у меня считался за несколько секунд, наверное, может десятков секунд, не больше, просто потому, что мы оперируем некими формальными записями числа, а их абсолютные значения вообще никак не вычисляем, не обращаемся к ним никаким образом, вот. Ну, собственно, теперь наша задача состоит в том, чтобы разобраться, как доказывать эту теорему и я могу такой дать небольшой намек, с чего начинать. Значит, обратим внимание на то, что если бы мы уже знали на каком номере, а, я теорему стер, в общем, допустим, мы знаем, что на номере N последовательность обратится в ноль, вот кто-то нам там, не знаю, приснилось во сне, пришло какое-то откровение, нам сказали, что вот на этом шаге последовательность обратится в ноль, тогда мы можем во всех итерациях последовательности Гудстейна провести параллельную с ней последовательность, некую новую последовательность, в которой мы каждый член последовательности этой новой будем получать как подмену супероснования K на вот это вот супероснование N вот, соответственно, здесь мы ставим GK вычитаем 1 все как надо K плюс 1 и таким образом получается, что вот у этой последовательности разложения всегда будет происходить по одному и тому же основанию, основание меняться не будет и мы увидим, что это число будет все время падать вниз, потому что здесь не будет никакого повышения, а будет только вычитание единиц минус, 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 минус. Это тоже, кстати, можно на компьютере смоделировать и посмотреть, как оно себя ведет. Правда, график не построить, потому что вычисления будут просто убийственные. И это косвенно нам покажет, что, как бы, если бы мы заранее знали это число, то мы могли бы показать, что действительно 0 когда-нибудь получится. Но это странное доказательство теоремы, зная, что уже будет 0, доказать, что он действительно будет. И поэтому здесь остается единственный выход в качестве числа N, которое гарантированно будет больше любого встречающегося нам по дороге основания, взять число, которое больше, чем любое основание. То есть взять так называемое число Омега 1 трансфенитный ординал. И через него построить вот эту последовательность и проследить, как она будет себя вести. Она будет строго убывать. Ну вот, для того, чтобы все это оформить уже надлежащим образом, мы дальше с вами посмотрим на трансфенитные числа, о которых я как раз в предыдущем ролике рассказывал, которые были придуманы Кантором. Посмотрим на все их арифметические свойства, которые нам могут понадобиться при доказательстве и, собственно, осуществим само доказательство теоремы Гудстейна при помощи именно степеней трансфенитных чисел. Ну, на этом пока все.